сейчас хочу затонировать волосы ну что всем привет меня зовут милана кто забыл и у меня наконец-таки начались каникулы поэтому я возвращаюсь к вам и снимаю новое видео я на самом деле только вчера до вчера получается чтобы понедельник я прочувствовала вот этот вот какую-то осенний вайп осеннюю энергетику до этого было достаточно тепло было солнце 20 градусов 25 меня почему-то было по ощущениям что еще весь сентябрь мне казалось что еще как будто и лето ну знаете так ну как вроде просто учусь но так то лето как будто ки а вот только вчера вчера весь день был дождь я прочувствовала вот это вот почему-то осеннюю энергетику какую-то я сразу видите у меня там новое оформление на стола я вам сейчас все покажу все расскажу шла вчера сразу в пинтерс начала смотреть осенний макияж и хочу сделать себе какой-нибудь осенний попробовать макияж не знаю что из этого получится конечно вот но косметики достаточно много и и кстати тоже нужно будет перебрать посмотрите что здесь происходит все нужно будет сегодня в этом видео перебрать вот еще хотела шкафу кое-что прибрать в общем дел на самом деле куча на каникулах я планировала сделать очень много всего поэтому добро пожаловать на мой канал и давайте начинать начнем пожалуй с оформления стола я вчера его полностью перемыла весь там отдраивала там ангелины карандашами нарисовала и сразу же наклеила здесь три постера как календарик и две картинки которые мне понравились они у меня давно в сохраненках лежали вот некоторые свои фотографии добавила с ангелишкой тут с девочками просто свои фотографии добавила некоторые оставила вот здесь тоже немного на доске поменяла я полностью перемыла там я бумагу клеила короче на клей и там это все пришлось отдирать больше так не буду делать клеить только на скотч еще началась эра свечей просто как я обожаю свечи это вот прям вайп осени вот я не знаю я так обожаю это хоть саму осень я не очень люблю но какая же атмосфера именно осенью вообще не одно время года мне кажется не сравнится с этим особенно когда твоя мама делает свечи это вообще это так приятно знаете такую вот свечку она мне дала мне так нравится мне нравится именно запах шоколада я его просто обожаю мне кажется очень приятный он еще чем не нравится осень это такое время года когда ну ты сидишь дома и тебе нужно чем-то заниматься ты находишься в новых хобби увлечения и так далее для меня это то время когда ты можешь заняться собой саморазвитием и так далее я сейчас начала рисовать картину по номерам такие вот кошечки здесь вот одну я дорисовала мне очень нравится как выглядит моя мама тоже она просто кайфует в комнату она мне вот здесь вот стоит рядом со столом она постоянно пиланы как красиво как классно получается на самом деле тоже очень нравится сейчас я вот перешла к такой черной кошечки но и очень сложно рисовать потому что но черные цвета и это не светлые с ними вообще в принципе тяжело работать потому что но за день не что-то не то не получится перекрасить как допустим со светлом если вот поэтому сегодня тоже буду рисовать, но я обычно вечером ставлю себе какой-нибудь фильм и начинаю рисовать, и это затягивается на очень-очень долго. Сейчас хочу затонировать волосы, последний раз я это делала получается 31 августа, то есть уже прошел месяц, да, месяц прошел, и пришло время снова тонировать, потому что у меня уже все волосы пожелтели, я вообще так не люблю эту желтизну, такая вот краска от Estelle, и хочу немножко с розовой тоникой смешать, вот, я люблю, когда у меня такой розоватый отлив, именно, знаете, я терпеть не могу именно седые волосы, когда вот синим шампунем просто моешь, и цвет как будто седой, мне не нравится это, я люблю более с розовым таким отливом, жемчужным, мне нравится. В общем, как-то так у меня получилось, видите, здесь немножко такой розовый отлив, я не до конца высушила чуть-чуть, вот тут вот где-то не взялось прям совсем, видите, видите, это желтенькое все равно есть, вот, но я просто добавляла мало краски, потому что я очень сильно боялась переборщить, что я буду просто полностью вся розовая, поэтому совсем капельку добавляю, но теперь я буду знать, что нужно побольше делать, вот, и так в целом, ну, нормально, хорошо получилось, не слишком розовое, не слишком желтое, все как я люблю. В моей косметичке появились новинки, которые мне не терпится с вами поделиться. Первое, это Balsam Stick Influence, у меня в 0,2 оттенке, мне кажется, это самый выигрышный оттенок, он мне очень нравится, он буквально тает на губах, это выглядит так красиво, выдвигается он с помощью специальной кнопочки сзади, на губах выглядит тоже очень красиво, его можно наслаивать, но мне нравится именно такой эффект, просто как блеск, еще мне нравится то, что он супер увлажняет губы, то есть заменяет любой бальзам. Следующее, это консилер Seven Days Bicolor, у меня это 0,2 оттенок Light Medium, тоже очень много о нем слышала, очень хотела попробовать, я им попользовалась только под глаза, и единственное, что я заметила, это то, что он не сушит кожу под глазами, это очень круто. Пишу сейчас литературу и хочу вам рассказать об одной полезности, кто готовится к ИК, допустим, вот по литературе, есть сайт, Neo Family называется, вот, и там есть умный такой справочник, где есть абсолютно все предметы и теория по ним, допустим, вот литература, сейчас четвертое, девятое задание, тут достаточно много материала, много полезной, действительно, информации, как оценивается задание, как больше баллов получить и так далее. Также тут есть и другие предметы, например, вот здесь выбирайте, вот русский язык, умный справочник, здесь есть работа с текстом, 1-3 задания, запоминание, 4-5-7 задания, речи, грамматика, орфография и так далее, то есть сочинение есть, абсолютно все. Здесь есть абсолютно все предметы, просто тут именно те, которые выбрала я, это русский, общество знаний, математика, база и литература, а так вы можете выбрать абсолютно любые предметы и заниматься, это очень удобно, такие бесплатные материалы и очень, кстати, полезные. Еще, ребята, у меня очень важная к вам просьба, посоветуйте мне, пожалуйста, онлайн-школы, потому что со мной недавно случилась проблема, в общем, я в прошлом году, у меня был курс ЕГЭЛЭНДА по литературе и по обществознанию. Весь сентябрь я занималась 2024 года курсами, потому что, ну, плюс-минус ЕГЭ остается таким же, но есть какие-то минимальные изменения, но все равно. Я просматривала эти курсы, и, в общем, в октябре они закрылись. Захожу я в один день такая на каникулы, думаю, сейчас буду просматривать потихоньку курсы продолжать. В итоге все закрылось, и теперь начался там новый набор на курс, и, понятное дело, все остальные с 2024 года закрылись. Видели бы вы мое лицо? Я просто, я была в шоке, наверное, я такая сижу, это что такое, я не поняла, я очень сильно расстроилась, поэтому, может, вы мне посоветуете какие-нибудь хорошие онлайн-школы по подготовке к литературе, к обществознанию, к русскому и к математике. Вот, но я вообще хотела брать только два курса, это по литературе и по обществознанию, вот, потому что для меня они, как бы, одни из самых важных, скажем так. Еще новость, в понедельник у меня последняя операция на зубу мудрости уже с левой стороны. Боже, как я этого ждала, вы не представляете, я уже хотела это все закончить, я очень долго настраивалась, у меня была очень долгая реабилитация, сейчас уже все нормально, и вот в понедельник буду делать операцию, я пять недель пропущу школу, но уже, наконец-таки, будет выполнена большая часть работы, и потом останутся, по-моему, сделать только слепок и уже поставить брекеты, чему я просто рада, я в шоке, на самом деле, я очень надеюсь, что до Нового года мне их поставят, я буду просто безумно счастлива. Распечатала тут необходимые тексты для ЕГЭ по литературе, в общем, пока что то, что я супер вот прям подробно разобрала, вот до мелочей, это Евгений Онегин, мне кажется, я уже его просто выучила, я про него очень много разборов смотрела, потом Обломов, что-то я Обломов не вижу, а вот Обломов, сейчас отмечу как раз таки галочкой, Чистый понедельник, Преступление и наказание, пока что вот это я разобрала очень хорошо, Отцы и Дети тоже, помню, разбирали, но я, если честно, уже подзабыла его, нужно будет ещё посмотреть, а ещё Горе от ума, Горе от ума тоже полностью разобрала, вот комедию Невдости уже подзабыла, сейчас, чтобы не запутаться, всё отмечу галочкой. У тебя всюду ищут. Думали, что ты погиб. Что это? Простите, пожалуй, только ты убылся. Черунта, я заплачу только ты убылся. Спасибо. Вот и всё, ребята, буду с вами прощаться, у меня уже все уснули, я об этом тихо разговариваю. Я дописывала 4 страницы, написала 4-е и 9-е задания, как решать, прорешала тест небольшой, вот, конечно, пробелов много, но всё решаемо, я, в принципе, знаете, не так, как я думала, я думала, я буду очень сильно нервничать, возможно, это потом придёт, но пока что я не так сильно переживаю, то есть я уверена в своих силах, как будто бы, что я сдам, я это знаю, и сдам я хорошо, поэтому вы тоже в себя верьте, всё у вас получится, я вас всех очень сильно люблю, всем пока-пока!